Всем огромный привет! Вы на канале Вечное Лето и мы приехали в Бангкок. Поселились в отеле Redison, он находится в центре. Вы нас часто просите показывать отели, в которых мы останавливаемся, потому что отпуск короткий, а отелей много. А как выбрать? Тяжело, отзывы разнятся. На один и тот же отель бывают отзывы великолепно и ужасно. И как тут определиться? В общем, для этих целей есть мы. Данный отель имеет очень хорошее расположение. Прямо пешком можно дойти до торговых центров. Сейчас я вам покажу его инфраструктуру. Она находится на крыше на восьмом этаже. Я надеюсь, что сейчас не ливанет дождь, потому что тучи сгущаются. Когда мы приехали, было так солнечно, красиво. Я думаю, эх, для ребят поснимаем хорошее солнечное видео. И на тебе, пожалуйста. Мне кажется, уже капает. Ё-моё, у нас две минуты. Нет, в Таиланде у нас одна минута. Посмотрите, какой здесь большой красивый бассейн. Есть лежаки. И они такие красивые, стильно смотрятся. Пальмы высажены на крыше. И даже есть джакузи. В принципе, вот смотрю, бассейн чистый, прозрачная водичка. Все красивенько. Не пахнет хлоркой. Ой-ой-ой-ой. Ну и вон там, в джакузи, можете побурлякаться со своей второй половинкой. А я убегаю. Также хочу вам показать тренажерный зал. Посмотрите, какой большой ассортимент оборудования с видом на бассейн. Но у меня такое чувство, что здесь вообще никто не занимался. Он прям как будто новый. Да и честно, кто на отдыхе занимается? Вот вы занимаетесь? Честно, я нет. Многие боятся дождей в Таиланде. Но на самом деле, если вы никогда не были в Азии, то будьте приятно удивлены. Дожди здесь, как правило, короткие, сильные и теплые. То есть, под ним даже можно гулять, и вы не замерзнете. Сама вода с неба теплая и приятная. Мы с Сашей много раз купались в бассейне под дождем. И сейчас я бы могла там стоять, если была не накрашенной. В этом ничего страшного нет. Но все-таки, я надеюсь, что он пройдет, потому что нам надо идти пешком. Заходим в номер, смотрим, что у нас здесь есть. Во-первых, на входе нас встречает вот такой встроенный шкаф и большое зеркало. Удобно краситься. Смотрите, здесь уже висят два халата. Банные, красивые, с фирменной надписью Redison. И некоторые наши вещи. Все вроде хорошо. Вот эта дверца хорошо открывается. А вот эта, что-то с ней не так. Надо вызывать мастера. Она как-то через раз. Ну, и то, что-то не до конца. Ну, мы стараемся ее не тронуть. Так, здесь у нас такая мягкая кушетка, не кушетка, полудиван для работы. Что-то вроде рабочего кабинета. Конечно, никто из нас не будет тут работать. Я не знаю, зачем мы взяли именно с этим кабинетом. Ну, пусть будет. Ладно, не мешай. Может, что-нибудь смонтируем. Здесь у нас есть холодильник. Он маленький и набит всякой всячиной. Конечно, это за отдельную плату. Шурма, кстати, моя. Посмотрите, что-то вроде бара. Чайник, вода, бокалы. Вот для чего это ведро? Как думаете, для супа, для ухи? Вроде на рыбалку не собираюсь. Котелок, не котелок. Что такое? Я думаю, что это ведро для льда. Но оно странное. Оно вроде по-другому выглядит. Напишите, как думаете, для чего здесь это ведро? Ну, не загребаем же, да, ходить? Приходим дальше. И давайте посмотрим санузел. Он чистый, красивый. Видно, что ремонту больше, чем три года. Но я точно не могу утверждать, потому что отели быстро ушатываются. Ремонт стильный, красивый. Сейчас делают такие ремонты дизайнеры. Смотрится круто. Это не душевая кабина. Это прям стекла в пол, дверь. Очень хорошая сантехника. Мы уже попробовали. Горячая вода. Прям горячая. Холодная. Прям холодная. Напор хороший. Хорошо приключается. Бывает такое, что приезжаешь в отель, и все, что тебе надо для полного счастья, это горячий душ. И много воды. А там капает три капли. То холодная, то горячая. Ты крутишь вот эту шарманку туда-сюда, туда-сюда. Сюда перекрутил кипяток. Сюда открыл ледяная. Ты думаешь, господи, я уже хочу домой. Я надыхалась. Ладно, здесь с этим все хорошо. Достаточно просторный санузел. Можно вдвоем. Кто-то купается, кто-то чистит зубы. Кто-то может на монетаже сидеть. Но мы такое не практикуем. И, кстати, здесь вот такие двери стеклянные. У них очень плохая шумоизоляция. Для кого-то это нормально. Мы предпочитаем глухие, дубовые, с вот такими косяками. Вот, давайте я закрою. И давайте я вам что-нибудь скажу. Я уверена, что вы меня слышите. Потому что мы с Сашей общаемся вот так через этот телепорт. Еще не все. Я показала здесь. Посмотрите, какое большое красивое зеркало. Хорошая подсветка. Вот с этим вопросов нет. И еще комплекты вот этой вот бытовой химии, так сказать, уходовых средств. Здесь гель для рук, лосьон для рук. Где вы вот это видели, да? Как приятно углажнить ручки. Шампунь, кондиционер и гель для душа тоже есть. Зубные щетки не обязательно брать с собой. Комплект тушные палочки. Мы здесь уже искупались, отдохнули. Старались сделать красиво, чтобы на видео было красиво. Но, конечно, так красиво уже не сделали. Плотенцы сложные были, хорошо. Хороший унитаз такой уверенный, надежный, серьезный. Хорошо работает. Есть даже телефон возле унитаза. Что же приятно. Зеркало косметическое. Можно его взять, вот там красить, если вам тут не нравится. Самое классное, что есть в этом отеле, на наш взгляд, это кровать. Комплекты постельного белья и подушки. Это наша самая большая боль в путешествиях. Потому что я не знаю, кто делает такие жесткие подушки, когда голова у тебя вот так, на 90 градусов. Ты ее туда проваливаешь, а на тебя обратно. Ты ее оттуда, а на тебя обратно. И ты такая утром встаешь, прежде чем куда-то пойти. Ты как из этого фильма. Это как это, среди нас, одни из нас, вот эти, которые скворчат. Грибы, не грибы. Ты так же сходишь, такой кривой. Потом, вроде как, к 12 часов поправляешь себя. Здесь подушки совершенства. Они, во-первых, длинные, хорошие. Их можно вот так обнять. Они мягкие, то есть, вот вы видите. Прям идеальные. Саша сразу упал, сказал, Света, подушки клевые. Я обрадовалась. Мы даже с собой свои подушки возим в путешествие. Очень хорошее одеяло. Под ним не холодно, не жарко. Оно прям такое вот, ну, классное. Нам нравится. Матрас тоже хороший. Не жесткий, не мягкий. Мне кажется, вот всем понравится. Телевизор. Да кто его смотрит. Ковровое покрытие. Ну, палу, чтобы тоже удобно. Можно ходить босиком, хотя там есть тапки. Два кресла. Столик журнальный. Торшер. Высокие достаточно потолки. Давайте посмотрим вид. Мы находимся на седьмом этаже. Не скажу, что вид прям какой-то особенный, да. Ну, и не скажу, что плохой. В Бангкоке очень много отелей с видом на какие-то крыши, парковки, непонятные стройки. Здесь еще хорошие. Я вот как смотрю зелень, деревца, парк, высокие небоскребы, все такое достроенное. В общем, хорошо. Бывает намного хуже. Данный номер стоит 6400 рублей в сутки. Мы сняли на несколько дней, и мы сняли без завтрака. В завтраке оплачивается отдельно. Стоит 1730 рублей. Ну, вот с номера, да. Двое вас проживает, вдвое можете идти позавтракать, взять деньги. Мы пойдем завтракать в другое место. В общем и целом, за эту сумму я более чем довольна. Потому что бывало, что мы снимали отели и дороже, но они были прям вот ушатанные. Уже и стены красить, уже и запах неприятный. И здесь такого нет. Я считаю, это вот хороший вариант в соотношении цена-качество. Если вы приезжаете в Бангкок и ищете какой-то отель в центре, приятный, такой, с хорошими кроватями, мне кажется, данный отель и номер вам понравится. Если вы тоже знаете какие-то классные отели в Бангкоке в соотношении цена-качество, то напишите, пожалуйста, их название в комментариях. Вот, посмотрите, есть кафешка. Вот так она выглядит. Само здание со стороны. Ну вот, как мне кажется, это тот же сегмент, что и отель Амара в Бангкоке, вот, в котором мы были на мой день рождения. Даже качество одевочных материалов похоже. Ну и по цене похоже. Вокруг много массажных салонов, а мы так их любим, так соскучились, и мы прям разрываемся. Что нам, дела поделать, пошопиться или же сходить на массажи и на все запиться? Мне нравится и в России выйти сюда приезжать. Тебе нигде не скучно. Ты всегда чего-то ждешь, в каком-то предвкушении. Поэтому сейчас мне очень хорошо. Я еще выспалась так хорошо и в полете выспалась. Это был самый быстрый, как мне показался, полет в моей жизни в Таиланд. Потому что 9,5 часов все-таки долго. Обычно я такая вот измученная приезжаю. Мне нужно 3 дня, чтобы просто прийти в себя. А это я так много спала за счет, наверное, подушек, что чувствую себя хорошо. Ну все, дождь прошел. Теперь можем спокойно идти гулять. Посмотрите, какие лавочки у нас здесь возле отеля. Свежий хлеб. Потом супермаркет. Все такое стильное, красивое. Света сказала, что торговые центры рядом. Но я не скажу, что они прямо рядом. Идти где-то 4 километра до центра World. Ну смотрите сами, близко это или далеко. А мы сейчас хотим зайти в Seven. Надо купить сим-карту. Посмотрим, продается ли здесь. Симки есть, две штучки. D-Tec. Вот мы берем в основном D-Tec. Ну вот на 30 дней 200 бат. В аэропорту 900 бат там было. А Саша говорит, давай в аэропорту не будем брать. Вот это везде цены одинаковые. Хорошо не взяли. Такая симка стоит 49 бат. Здесь 7 гигабайт. Но когда не закончится, вы можете спокойно пополнить баланс. И подключить тот тариф, который вам нужен. Обязательно берите паспорт. Без паспорта вам не подключат. И вот продавец вам все сам подключает. Очень удобно. Подключили сим-карту. Буквально за 2-3 минуты все это дело происходит. Просто вставили симку и уже все работает. Смотрите, какой классный здесь есть бар в европейском стиле. Как будто в Германии. И европейская еда. Давайте посмотрим, какие цены. Свинина. Вот такие отбивные. 395 бат. Потом рулька. Вот, смотрите, с картошкой. 685. В общем, нормально. Сосиски 399. Большой выбор всяк разный. Что-то не подсказывает, что здесь будет вкусно. Можно как-нибудь здесь перекусить. Ну и, конечно же, знаменитая уличная еда Таиланда. Во всем своем разнообразии представлена в Бангкоке. Вот здесь вы можете заказать салат со стеклянной лапшой и курицей. Фруктики. Ой, слушай, давай возьмем что-нибудь. Что? Ананас. Или... Драгонфрут. Или драгонфрут, или папайю. Хочу папайю. Давай папайю. Давай. Да, папайя и драгонфрут. Начинаем есть фруктики. Ты не был в Таиланде, если не поел вот такие фрукты на улице. Ах, вот так вот тоже. Интересно. Как я скучаю по тайским фруктам. Мне их так не хватает на завтраке. Особенно зимой. Нет, драгонфрут. Вот это, да. Я его люблю. Особенно я люблю красный. Ну, белый тоже вкусный. В Таиланде они вкусные. Очень сочные. Даже не скажешь, что они прямо супер сладкие. Но просто я их люблю. Они даже больше нейтрального такого вкусу. Да, тайские фрукты, они в принципе не супер сладкие, из-за исключения манго и ананасов. Но они для тебя насыщают влагой. Они такие вкусненькие. Можно съесть много. Вот, посмотрите, это драгонфрут или петахая. Заграничное название. Много семечек. Мы любим заливать йогуртом фрукты. И вот на завтрак поедать, смотря сериальчик. Ой, классно. А все мне. Ну, здорово, да? Можно соблюдать правильное питание. Идешь на улицу, хочешь что-то перекусить? Полезные фрукты тебе разделать, нарежут, почистят, палочку дадут. А вот ты иногда в других странах хочешь что-то вкусненькое? А нету. Как я скучал по тайским фруктам, по севану, по людям, по этим звукам. Поэтому даже дождю. Вот есть люди, которые не любят Таиланд. Ну, как можно не любить Таиланд? Недорого и столько всего классного. Поэтому, когда ругают Таиланд, я прям там, ух, начинаю разборки. Когда блокировки доходят. О, извините. Бангкок очень шумный город. Здесь каждый найдет развлечение по своему вкусу, по своему кошельку. Никогда не знаешь, что ждет тебя с поворотом. А именно, какая лавка или магазин. Люди все куда-то спешат, но с улыбкой на лице. И, собственно, вот все дары моря лежат во льду. Красивые лангусты. Ого! Мне нравится, когда они в формате сашими. Просто их раскрывают. И вы едите сырое мясо, лангуста с острым соусом. Вот, смотри, рыба в соли. О, рыба в соли. Да тебя люблю, это вкусно. Просто смотрите, какое интенсивное движение. И мы уже стоим, наверное, минуту на этом перекрытке. И все еще красные. Очень долгие светофоры здесь. Начался дождь, и мы прибежали в торговый центр, чтобы просохнуть. Капец. Вот, видите, судьба ведет меня на шок. И можете посмотреть, какие мировые бренды крутые нас окружают. Prada за моей спиной. Chanel по левому борту. Saint Laurent справа. Givenchy. Louis Vuitton. Это нас судьба сюда завела, Александр. Просто так дождь пошел. Глазею на витрину Эрме. На их легендарную, неуловимую сумку Биркин. Говорят, чтобы ее купить, нужно простоять в очереди. Ну, не физически ногами, а просто прождать год. И даже больше. И некоторым ее даже не продают. Стоит больше миллиона. Зашли в Balenciaga. Такие кроссовки понравились. Как вам? 47 тысяч бат. Получается, кроссовки стоят 125 тысяч рублей. Стали бы брать такие? Ребята, посмотрите, какой интересный магазин. Заходишь, попадаешь как будто в галерею красоты, но не в магазин. Ну что, ребята, наш любимый транспорт в Бангкоке. Вот такая кибитка. Залезаем. Так как идет дождь, мы решили набраться на этом супертранспорте за 150 бат. Мы просто уже обсохли, и еще раз мочиться уже не хочется. Мочиться как-то звучит странно. Смокнуть, да. На самом деле, это даже немножко страшно. Потому что они ездят очень быстро. Вот так между машин. Ой, еще в дождь. Мне прям всегда страшно, что донесет или перевернешься. Такой адреналин. Как на американской горке покаталось. У нас это целое развлечение. Согласна. Минус Бангкока – это пробки. Мы так и не смогли доехать, потому что просто встали. Простояли минут 10 и поняли, что никуда мы не доедем, быстрее пешком дойти. В общем, заплатили водителю деньги и пошли пешком. Потому что дождик практически закончился. Вы только посмотрите, какой красивый торговый центр. Central World. Огромный ассортимент всевозможных брендов. От недорогих до люксовых. Поэтому направляемся туда. Ну, с первой покупочкой меня зашли в Victoria's Secret. Один из моих любимых магазинов. Мне очень нравится здесь нижнее белье и домашняя одежда. И вот приобретенца. Ура! Я знала, что я хочу, поэтому быстро здесь разобралась. Как круто, что здесь работает H&M. Я уже успела по нему соскучиться и взяла несколько вещей. Во-первых, два вот таких платья. Полоску S и M. Посмотрим, какое подойдет. И вот такую юбку. Мне кажется, с белой футболкой и вот этими черными шлепками будет хорошо. Прикупила еще вещичек. То платье мне понравилось, как сидит. И Саша тоже понравился, поэтому я его взяла. Еще взяла три футболки. Футболки такие классные. Давайте покажу. Вот. 175 бат. Это сколько? 350 рублей. Для дома. Хлопковый. Свободный. Класс. Я вот не понимаю их. Очень сильно врубают кондиционеры. Здесь вот мне уже холодно. Светит тоже холодно. На улице выходишь, жарко. Вот не знаешь, как лучше одеться. Вот я сегодня не знал, что в торговом центре будет холодно, одел джинсы. Думаю, блин, на улице идешь, жарко джинсы. В торговый центр заходишь, думаешь, блин, как хорошо, что одел джинсы. Иначе просто закалил бы здесь. Это чтобы ты кофе пил. У них в магазине прям кофейня. Делают вкусный кофе. Очень удобно. Для мужчин, кстати, чтобы не скучать. Да, да. Садишься, ждешь, пьешь кофе, пока там жена шопится. И еще у них в примерочных есть сидухи. Зашел, пока там жена мерит, ты можешь посидеть. Вообще красота. Пошопились и теперь хотим поужинать. Здесь внизу классный фудкорт. Кладете деньги на карту и все оплачиваете. Потом сдачу можете забрать. Есть демонстрация блюд. В точности, как это будет выглядеть. Это не настоящие бургеры, она выглядит как настоящие. Тем не менее, мы не хотим есть на фудкорте, а хотим поужинать на нашей улице. Вот помните, немецкий ресторанчик мы дошли. Похоже, что-то типа такого. Мы пришли все-таки в тот ресторан, Old German Beer House, который находится неподалеку от нашего отеля. И думали, что бы взять. Когда шли, рассуждали. Немецкий ресторан, надо взять рульку, или сосиски, пиво. В итоге я увидела том-ям и не смогла удержаться. Я такая, том-ям, уникей том-ям. Надо взять том-ям. Поэтому у меня там яма с креветками, капуста и сосиски. Это, кстати, сосиски. Но это мы все на двоих взяли. Будем вместе есть. Большие красивые сосисочки. Где-то 400 ванн стоит это блюдо. Мне кажется, будет вкусно. И пиво прямо из Германии. А вот вкусная ли здесь еда, мы сейчас узнаем. Очень остро. Надо бы сказать, не остро. Все горло горит. Но я так подзамерзла, что сейчас тут даже в тему. Смотрите, какой наваристый бульон. Кокосовое молоко, лемонграсс, грибы, креветки, помидоры. Мы с Сашей всегда выбираем том-ям или том-ха. Это белый такой суп на кокосовое молоке с курицей. И всегда хочется и то, и другое. Это для нас самый сложный выбор. А вот вы больше любите том-ям или том-ха. Кстати, пиво мне тоже очень понравилось, но оно здесь не дешевое. Вот стакан 245 бат получается. И сейчас давайте попробуем. Какие-то сосиски. Очень вкусные. Вот это блюдо прям к пиву хорошо подходит. Все эти еще рис заказывают в Тамьяму. Да, и у меня риса невозможно есть. У него же тут все просто дерье. Перца столько. Ну вот, смотри, куски перца красного. Да. 300 бат стоит Тамьяму. Крест. Надо вот двое расправлять. Самое приятное в Тамьяме это есть большие креветки. Из них уже удалили вот эту кишку. Поэтому можно смело есть, держа за хвостик. Смотрите, какие они большие и красивые. Они пропитаны вот этим супом, специями и лимонграссом. Такие сочные. Обалденные. Кстати, я сейчас пробую Тамьям и мне очень нравится. Конечно, острые, но это идеальная острота для Тамьяма. Есть можно, мозг не взрывается. И при этом ты кайфуешь от самого супчика. Поэтому я считаю, это прям идеальный Тамьям. Мы очень вкусно поели. Прям восхитительно. Еще потом сидели, болтали, слушали музыку. Музыка хорошая. Наш счет вышел на... 1310 бат. Плюс чаевые. Вот, как вы думаете, дорого, недорого? И сейчас мы отправляемся отдыхать на Шаней. Думали еще пойти на массаж, но потом сидели, поели. Такие... Нет, наверное, уже не сегодня. Слишком много впечатлений на сегодня. Плюс подустали, хочется уже идти отдыхать. Я сейчас там усну. Она меня потом не сможет разбудить. Скажет, что я женщина, давайте уходите. Я такая, нет. Настал новый день. И мы приехали в торговый центр Сиам-Барагон, чтобы позавтракать. Хотя время уже 2 часа. Мы так хорошо поспали. И Саша все утром болез живот. Представляете, он так мучился. Но, слава богу, потом отпустила. Мы еще поспали. И вот сейчас вышли чего-нибудь перекусить. И за пакутами. В общем, я думаю, проблема в том ям. Он был очень острый. Причем свете ничего. А у меня живот капец. Крутило часа 3-4, наверное. Выпил, значит, ринзу, смекту. Ничего не помогает. Зачем ринза? А, точно. Выпил Ренни, смекту. Ничего не помогало. Делал массаж. Сидел, крючился. Ну, потом отпустила. Вот скажите, на такой случай, какой препарат мне мог бы помочь? Заходим в магазин. И здесь так пахнет дурианом. Я не знаю, где он. Но я иду и прям чувствую запах дуриана. Красота. Вот он, вот он. Привет. Холючка. Вот сколько стоит еще разделанный кусочек. Два вот таких маленьких, 456 бат. Дороговато. В Паттайе намного дешевле. Ну, дороговато. Я смотрю на доставку. Люди как-то отправляют из Таиланда дуриан. Я смотрел, один дуриан 6,5 тысяч рублей. И после этого здесь цены кажутся уже не такими высокими. Здесь, конечно, глаза разбегаются. Куча всего. Просто смотрите. Это просто маленький отдел данного магазина. Можно долго гулять, рассматривать. Поэтому мы и любим гулять в магазине, потому что здесь всегда что-то новенькое. Мы любим сюда прийти, поесть салат. Набрать, как мы хотим. Вот здесь, смотрите. Такой остров. Много-много салатов. Есть уже собранные. Есть ингредиенты. Они по фиксированной цене. 35 бат за 100 грамм. Любое. Набирайте, что вам нравится. Запеченое тыхо, помидоры, черри, спаржа, курица, тунец, мясо жареное, листья салата. Все заправляете. Вот здесь вот различные соусы. Коробку вам запаковывают. Идете там за столик и едите. Вот сейчас прям хочется витаминов. Смотрите, какая еще фишка. Вы хотите выбрать заправку для ваших салатов. Вот мы набрали много вся бытящих. Даже авокадо есть и лосось. Но вы не знаете, какой из этих соусов, да, заправок вкусный. Они разноцветные, необычные. Здесь есть тестеры. Берете морковку, макаете в соус, который вас заинтересовал. Ну и выбирайте. Нам понравился вот этот ореховый. Вот так ваши салатики взвешивают и запаковывают. Посмотрите, как хорошо, кстати, запаковывается. Пакетик натягивают и его залепляют. Да, да. Да. Лосоську надо, говорит. Надо. С двух сторон. И все, на кассе пробивайте. На сколько все вышло? Давай посмотрим. Спасибо. На 124 бат. Это вообще ни о чем. Вообще не дорого. Это, смотрите, сколько пользы здорового салата. Вот. Билка и приборы на 125 бат. Вы едите свежие овощи. Здесь все свежее. Еще хочу вам показать. Здесь очень много отделов. Уже готовы еды. И японский отдел, и немецкая кухня. Вот смотрите, здесь всякие гуляши, подливки. Какая рулька аппетитная. Просто сказка. Уже нарезанная в соусе. Хочется все и сразу. Вон там все готовят. Посмотрите, какая красота. Шашлыки, курица, потом ребрышки. Вот это вкус. Пирог со шпинатом, красная рыба. Такое изобилие еды. Такой вот барш, спагетти-боланьес. Красота. Вы сейчас смотрите, здесь крендельки, но не такие, как мы едим. В Паттайе, у Аннет. Что-то новенькое. В шоколаде, в карамеле. Даже, это что, в блине с миндалем? Выглядит очень красиво. Мы вышли на улицу, и вы не представляете, зачем. Светик замерзл и стоит на солнце, греется. Я в джинсах, в рубашке с длинным рукавом, и все равно замерз. А Светик с короткими рукавами продрыгал. Ну что, сейчас отогремся и пойдем дальше. Мы зашли в отдел Шанель. И я купила себе здесь карандаш для губ. Классного оттенка. Там он такой-то телом. Посмотрите, как красиво они упаковывают косметику. И обошелся мне в 1050 бат. Сейчас покажу. Выглядит? Вот. Такой. 158-й. Мы зашли в магазин Тиффани, чтобы примерить кое-что из упражений, что я давно хотела посмотреть. Вот такой браслет. И кольцо. В общем, этот браслет стоит 165 тысяч бат. Как вы знаете, Александр увлекся кофе. Thank you. Мы купили кофеварку гейзерную. И сейчас проходили мимо кофейни. Здесь очень крутой кофе. Ну, пахнет классно. И очередь была большая. Мы такие думаем, а давай попробуем, как они варят. Что мы делаем не так. В общем, в среднем кофе 160 бат. Мы взяли два. Попробуем. Латте и эспрессо. Посмотрим. Намного ли лучше у них получается, потому что у нас пока с переменным успехом. Дали наш кофе. Кстати, если вы хотите максимально быстро смотреть наш контент, то в режим реального времени мы выкладываем фото и видео в нашу группу в Телеграм. Она называется «Вечное лето». Обязательно сходите, подписывайтесь. Там все прям быстро выходит. Здесь мы пока смонтируем то-сё, а там прям здесь сейчас. Мы удобно устроились в мусорке. Вот как в жизни, да? Мы находимся между мусоркой где-то и Дольче Габар. Посреди. Так и живем. Так и живем. Попробуем. У меня эспрессо с Ашалатэ. Гадость, да? Я не знаю, кто такое любит. Ты такое варил, нам не понравилось. Мы решили, у нас плохая кофеварка. Очень кислый. Я такое не люблю. Прям много кофе, так много, что аж все кислое. Как щи на кислой капусте. Не знаю, с чем сравнить. Прям кислота. Ребята, реально очень кислое. Эспрессо здесь не берите. Ну или если любите, кисленькое. Алатэ маннебесное. Ну мне и то, что варил. А может сюда вылить, все будет кайф? Давай отопью и мы далием. Просто вкусный, кремовый, насыщенный. Если бы это был суп, про него бы сказали наваристый. А если любите кофе, здесь вам понравится. Здесь прям хорошо готовят, классное оборудование. Большой выбор напитков. Причем там мока, не мока. Даже на разбираться надо. Мы не сразу сделали заказ, потому что не сразу разобрались. Что там, почему? Есть со льдом кофе. Цены не низкие, но попробовать стоит. Здесь так холодно, хоть погреться. Вот столики неудобные, маленькие. Да, с дыркой какие-то странные. Все туда что-то бросают. Столько можно было и побольше сделать. Сейчас зашли в карте. Светик мерит. Браслет, гвоздь. У меня волосы стоят дыбом. То ли от шока, то ли от холода. Как тебе этот? Красивый. Вот еще колечко. Гляделась, как сорока. И счастливая стою. Ну, если честно, я за ним и ехала. У меня есть несколько браслетов на выбор, на случай, если этот не подойдет. Но я уже не хочу их смотреть. Мое сердце покорил дынь. И этот браслет. Прям хороший, в желтом золоте. И кольцо красивое. Все так сияет, такая циркучая. Ну, как вам? Хороший подарок, да, я выбрала? Мне тоже нравится. Я выбирала этот браслет в интернете, на сайте. Много разных сайтов посмотрела. И Тиффани, и Булгари, и вот Кортье. Кортье у меня был на первом месте. Но я переживала, что вдруг он будет настолько маленький. Ну, на сайте непонятно особый размер. Я думала, вдруг он будет мелковат. Хотя там и на руке есть. Но все равно, я думала, вдруг мне захочется что-то покрупнее. Но он настолько классный, настолько хорошо сидит. И настолько он по размеру хороший, элегантный. И поэтому однозначно беру его. Ну, конечно, спасибо Саше. Спасибо тебе большое. За то, что спустя 10 лет совместной жизни ты еще предлагаешь мне такие подарки. Делаешь мне такие дорогие подарки. Тебе не надо производить на меня впечатление. Не надо меня завоевывать. Я уже и так твоя. Но все равно ты хочешь меня радовать спустя столько времени. Спасибо тебе больше. Мальчишки, радуйте своих девчонок. Независимо от того, как долго мы вместе. Нам так приятно. Принесли мой браслет. Коробку. Еще какие-то коробочки. Посмотрите, как он красиво смотрится. У меня 16 размер. Я хотела, чтобы прям вот на этом уровне он был. Не вот так, а свободненько. Мерила еще 17, но 17 совсем большой. Вот такая красота. Мне теперь нравится еще желтое золото. Красиво, правда. Скажите, красиво. У нас Фаберже работал в Санкт-Петербурге. И он делал очень красивые ювелирные украшения, которые стоили намного дороже, чем материалы, затраченные на их изготовление. И он как художник творил произведения искусства. Он говорит, просто кольцо, увешанное бриллиантами, или просто вещь, на которую надеты все драгоценные камни, для меня не имеет ценности, потому что она не изысканная, не художественная. В ней нет творческого замысла. Для меня ценное украшение – это когда его цена превышает стоимость материалов, потраченных на его изготовление. И до сих пор работа Фаберже – это произведения искусства. Они очень дорогие. И кортье тоже придерживается той же политики. Кто-то скажет, здесь золото на 20 тысяч. Откуда такая цена? Потому что это, я считаю, тоже, что это произведение искусства. Это вещь на века, которая с годами дорожает в магазине, постоянно поднимается цена. И со временем вы ее продадите дороже, чем купили. Не как вот в ламборде, да, там посчитают 20 грамм или сколько весит. И скажут, вот эти 15 тысяч. Нет, продадите это как изделие. И это круто. Я, конечно, не собираюсь ничего продавать, но все равно приятно, что ты покупаешь украшения, которые не теряют в цене, а только приобретают. Цена и ценность, короче, разные вещи. Ну, это если сравнить купишь айфон, через пару лет он теряется в цене в три раза. А этот браслет не упадет в цене. А еще я вспомню историю одного мужчины. Он купил своя жене дорогое украшение, стоил миллион долларов. И они забыли про него надолго, в общем. Лет на 10. Лет на 10. Ну, как, просто носили, пользовались. Да, носили, пользовались. И потом вдруг проблемы с деньгами, они решили его продать, но не могли найти документы. И представляешь, вот через 10 лет единственное письмо приходит от этого ювелирного магазина. и говорит, что вот ваши документы на украшение, которое вы покупали, и данное украшение сейчас стоит 1 миллион 700 тысяч долларов. Представляете, украшение подорожал за 10 лет на 700 тысяч долларов. Вот это инвестиция. Так что имейте в виду, некоторые украшения, которые дорогие особенно, они имеют тоже инвестиционные ценности. Ну, конечно, самое ценное в нашей жизни – это семья. Правда. Вещи тебя радуют, когда ты им пользуешься, когда покупаешь какое-то время, ты там в восторге, потом относишься к ним уже как должен. Ну, что вот действительно по-настоящему тебя радуют каждый день, это люди, которые тебя окружают. Поэтому вот моя семья для меня – это самое ценное в моей жизни. Мне хочется зарабатывать столько денег, чтобы всей своей семье дарить клёвые подарки, отправляться в путешествия, покупать всё, что они хотят, цветы, закатывать вечеринки клёвые для семьи. Поэтому мы не можем уехать с концами в другую страну, махнуть на всех рукой. У нас постоянно все они домой. Я считаю, это хорошо. Пошла душа в пляс, зашли в Булгари. Я уже, кстати, нашу свой новый браслет. И смотрю кольцо. Я его смотрела в интернете, мне оно понравилось. И мы пришли в фото, чтобы посмотреть, как оно на руке. 54 размер. Сейчас я сниму, давай. Сейчас оно улетит у нас на весь магазин. Оно такое прям массивное, серьезное. 2000 долларов стоит. Оно стоит каждого доллара. Прям очень красивое. И сидит так оно солидно. Тоже желтое золото. Красивое. Смотрите, здесь еще продаются такие... Я даже не могу назвать это игрушкой. Это замена домашнему животному. У кого аллергия или нет возможности завести собачку, продаются амагами хам-хам какие-то. Вот, съете ему пальчик в рот. И он его кусает. У него там зубки так делают. И он, кстати, не всегда кусает, а когда захочет. Какие-то интерактивные игрушки. Это так мило. Вот, ой, кузил. Ой, божечки. Еще есть такой клад. Я не знаю, как это. А что с ним делать? Просто гладишь? Ты его гладишь, он хвостом начинает вилять. Ой, ну это никогда не заменит персей. Жампка его потом. Зато можно оставить одного. Это и все. Мне персей бы уже давно что-нибудь... Кусанул. Отчебучил, если его вот тут погладить. Ну, не знаю. А это что делает? Просто? Ого! Не каздрированный. Ну, в общем, вот такой есть. Ребята, будущее уже здесь. Всякие приборы для густоты волос. Против выпадения. Вот, допустим, вот были такие, станут такие. Посмотрите, надеваете на голову такую каску. Подключаете ее, и у вас густая шеллюра, как урок звезды. А это что за дрель? Она что делает? В общем, посмотрите, вот такое можно надеть. Классно! Вот так это смотрится. Это что за рюкзачок? Это тем, кто сзади идет, чтобы не был скучный. Ты что, просто микрофон? Ты сюда можешь вывести любые картинки. Рекламу, например. Вечное лето. Подписывайся. Мы устраиваем розыгрыш. Давай к тебе. Прикольный, мне нравится. Маленький микрофон. Для чего же нужен он? Маленький компьютер. Для тех, кто совсем не разбирается. Это основы ЭВМ. Алло, алло. Меня слышно? Не слышно. Проблема со связью. Чемодан-мотик. Он сам едет. А можно он сам доедет в России? Я его куплю, пусть едет. Своей дорогой не таскать его. Не, правда, чуть такое. Чудо-чемодан. Все, и поехал. Ладно. Здесь огромный отдел для детей. Детская одежда, обувь, пляжные принадлежности, товары для праздников. В общем, я люблю Бангкок именно за этот выбор всего. Товаров, магазинов. Можно здесь гулять целыми днями. Обязательно найдешь что-то, что скажешь. Вот это мне реально надо. Круто, что я это нашел. Все есть. Просто посмотрите, какая здесь красота. Инсталляция из кутуристического дерева, белок и воды. Правильный знак по фэн-шую, чтобы на входе был водопад. Это привлекает деньги. По-моему, здесь всегда льется вода. В разных формах, но и всегда. И вот здесь тоже. Ой, какой-то здесь проход сделали. А, спрятали нас от дождя. А дождь идет? Да, похоже еще какой. И у нас здесь такой коридорчик, переход между торговыми центами. Ага. И здесь он заканчивается. А, вот. Ого. Вот это ливень. Вот это да. А мы хотели сейчас идти в Русто бар. И там открытая терраса, посидеть. Но, походу, не получится. Если приезжаете в Таиланд сезон дожди, учтите. Польет нормально. Берите паштейк. На ужин мы решили сделать что-то особенное. Пойти в ресторан со звездой Мишлен. Называется он Элемент. Не знаю, что нас ждет. Это первый ресторан со звездой Мишлен в нашей жизни. Представляешь, какие там будут цены. Находится на 26 этаже в небоскребе в центре Бангкока. Время 20 минут 9. Надеюсь, будут столы. Потому что мы не бронировали. Вы просто посмотрите, какой здесь красивый холл. Причем это еще не последний этаж. Мы поднимаемся здесь по лестнице. И вот ресторан. Вот видите, Таиланд Мишлен в 23-м году. То есть еще надо каждый год подтверждать. Если у ресторана есть Мишленовская звезда в 20-м году, не факт, что в новом году она будет. Поэтому тоже смотрите. Что интересно, этот ресторан на протяжении многих лет подтверждает свой статус и получает Мишленовскую звезду. 18, 19, 20, 21, 23-й года. К нашему счастью был свободный стол. Может быть, потому что сегодня четверг, не такой популярный день. Ура! Все! Мы в Мишленском ресторане. Поздравьте нас! Начинаем наш чудесный вечер с коктейлей. У Саши 475 бат. 5 бат. 475 бат. Мегрони. Это коктейль Мегрони. Я взяла Космополитен. Не нашла его в меню, но он сказал, что есть. Не знаю, сколько стоит. Где-то 400-450 бат. Это нормальная цена, потому что в барах на крышах, вот топовые руфтоп-бары, там и 500, и 600 есть. Так что коктейли по божским ценам. Я почему-то ловлю коктейли по тысячи. Я нормально пока. Пока живу. В общем, смотрите, тут сеты. И нужно выбирать, что у вас будет в сете. Обслуживание, конечно, здесь шикарное. Мы только садимся, нам стульчики пододвинули. Сейчас нам что-то здесь еще будут давать. Мы должны поставить бутылку в доме. Не обслуживание, когда бутылка... Следующий сторонник будет небольшой бутылки с коктейлей. Это очень вкусно. Это для вас сегодня. Спасибо большое. Спасибо. Это для вас сегодня. Спасибо. Смотрите, ребята. Мы посмотрели большое меню. Но сейчас нам выдали брошюры. Как в театре. Потому что сегодня мы не просто ужинаем. Мы отправляемся. Гастрономическое представление. Я бы даже сказала опера или балет. Это что-то на высоком. Как работает этот ресторан? Здесь вы не можете выбрать одно блюдо или два блюда. Или там салат. И вот это. Так как это опера, здесь есть начало, вступление, середина и конец. Чтобы прочувствовать весь этот ресторан, чтобы понять, вы должны попробовать именно то, что готовит шеф-повар в определенном порядке. Все это хорошо сочетается между собой. И тогда сформировать впечатление. Значит, здесь вы можете выбрать сеты с несколькими вариантами блюд. Например, пять или шесть блюд. И от этого будет зависеть цена. Мы взяли два сета, один сет на одного человека. Нельзя взять один сет на двоих. Мы взяли, во-первых, мизу. Популярный сет. Самый дорогой. Чтобы уж прям все понять, прочувствовать. И он стоит 6200 бат. Уже, да? Интересно, что там будет. Это, кстати, масло. И вот это мизу. Мы сейчас покажем блюдо, которое нам будут приносить. Интересно, что здесь вы можете выбрать один вариант из двух. Горячих. Например, кутку или телятину. Мы выбрали телятину. И второй сет куки. Вот такой. Тоже не совсем еще, честно понимаю, что здесь. Потому что названия необычные. Если вы хотите добавить вина, то доплата. Если вы хотите добавить лобстера, то доплата. Но мы выбрали вот один сет за 6200. И второй за 400. Смотрим представление. С предвкушением чего-то особенного. Надеюсь, что нам очень понравится. Принесли наши коктейли. Уж в чем-чем. О коктейлях мы знаем кто. Так, я взял Негронию. Пробуем. За Таиланд. Вот так делают в Мишленовском ресторане коктейльчике. Вкусно. Но когда мы дома делаем, у нас больше алкоголя. Ну а так вкусный и хороший клюквенный морс. Прям такой он густой. Мне это нравится. Не абы какой сок налили, а он прям такой насыщенный. Негрония шикарная. Мне прям понравился. Принесли закуски, хлебушек. Принесли закуски, хлебушек, кроссан, я буду кроссан. Это вот для этого масло. А ты, Саша, возьми черный. Черный попробуем. Вау. Супер. Нет, спасибо, достаточно с хлебом. А как его есть? Ножом. А где приборы? Сейчас мы покажем, как есть в Мишленовском ресторане. Очень вкусно. Блин, кстати, вкусно. Вообще, воздушные, воздушные. Невероятные просто. Вы представляете? Она проводила нас до туалета. Обычно просто говорю, а туалет там... А, туда, иди. Не потеряешься. Это меня пропроводили. Дверь открыли. Постоянно подвигают стул. Мне уж не хочется лишний раз вставать, чтобы подвигать. Булочку надо вот так разламывать. Ножико масло намазывать. Одна сторона несоленая, вторая соленая. И правая. Я готова тут одни булки есть, честно. Очень вкусно. Ну и, кстати, булка тоже очень вкусная. Пока все нравится. Так, начали приносить наши блюда. Я теперь понимаю, почему один цвет на одного человека. Потому что порции здесь, ну, как сказать, мягко, чтобы не обидеть, очень маленькие. А что-то съедобные? Симпатичные такие. Да, выглядит красиво. Даже замораживает. Хорошо. Рассказываю. Нам принесли закуски. Перед тем, как оценивать основное меню, у нас вступление. Так сказать, с вешалки начинаем. Апериативчик такой. Вот готовить рот. Здесь сперва рыбу. Потом эскалопы. Это я забыла, что такое. А здесь жареная куриная кожа. Интересное кино. Пробуем. Я не знаю, зефирка какая-то. Вкусненько. Воздушная пена. Как будто белок. А на нем сашими из рыбы. С чем-то, с какой-то японской приправой. Вообще пролетел, не заметил. Расстану во рту. Очень вкусно. Многогранно. Я хоть не разбираюсь, но начинается как с пизешка. Потом в рыбку переходит. Потом в соус какой-то. Остринка. Я даже не знаю, как их называется. Остринка. Как чуть-чуть вассаби. Ну, не вассаби. Ну, мне очень понравилось. Он такой маленький, но столько вкуса дал. Столько эмоций. Да, у меня аж мурашки по коже. Это было супер. Так, пробуем эскалоп. Да. Давай, за тебя. За тебя. Тоже вкусно. Как из одной коллекции, но другое. Тоже как сашими. Японское что-то. Не могу описать. Икра хрустит на зубах. Приятно улыбается. Все-таки мягкая, холоденькая. Надо прожевать, чтобы почувствовать новый вкус. Полностью уже другой вкус. Вообще, как появились звезды Michelin. Компания Michelin, которая производит шины в Германии. Она была заинтересована в том, чтобы люди чаще покупали шины. А, соответственно, больше ездили. Как заставить человека куда-то выехать, желательно подальше. Придумать цель. И изначально компания Michelin запустила путеводители. Был красный и, по-моему, синий. В одних были достопримечательности, ради которых стоит выехать из своего города. А в другом рестораны. И там рекомендовали лучшие рестораны. И, в общем, если одна звезда, то это ресторан, который заслуживает того, чтобы вы поменяли свой маршрут. А две звезды это ресторан, который заслуживает того, чтобы вы поехали в это место ради него. Чтобы вы составили свое путешествие именно туда, к ресторану. Сначала все эти путеводители раздавали бесплатно на заправках, чтобы стимулировать водителей ездить в эти места. Потом, когда появился интерес к журналу, люди начали считать крутым посещение ресторанов со звездами. Эти журналы стали платными. А мы тем временем проживали и переходим к демонстации какого-то пирога. Ой, у меня дно отвалилось. Его надо брать тоже? Какой-то пирожок на силиконе. Ага. Или на редиске. Непонятно. С цветком. Цветок, я надеюсь, с едой. Надеюсь, да. Ну, знаете. Это что-то новенькое. Это сладенькое. Как пирож. Напоминает мне пирожок с яблоком. Но это похоже не яблоко и не пирожок. Не знаю, но это вкусно. Свежий. Может и яблоко. Или нет. Или земляника. Как будто эклер. Внутри то ли яблоко, то ли земляника. Какой-то странный кремушек. Но вкусно. Все было вкусно. Батеньки мои. Я думала, честно, приду, будет вот такая порция непонятная. Я скажу коньеру, да. Давай больше не будем ходить. А мне так вкусно. Юбочка прям тонкая, ломается. И внизу какая-то обздюленная. Это куриная кожа. Вот тебе нож помогает. Ага. Ладно, рукой неудобно. Ой, мазюка. Давай. Давай снизу. Ой, сверху. Да, там в животе все будет вместе, да? Да. Кто-то взрыв мозга, я смотрю. Я уже не холочу съела. Угу. Вкусно. Все вкусно. Куриный бульон наваристый. Какая-то хрулка, как вот кожа куриная, да? Вот бывает зажарено хорошо, да, просто есть корочки. Жир какой-то вкусный. За окном идет дождь, мы с тобой не спим. И ты не говоришь, что я твой номер один. Тем временем нам принесли второе блюдо. И это, как всегда, что-то необычное. Три нити. Это блюдо из трех видов тунца. Все, что я поняла. Вместо ножа ложка. Что такое? Как, блин, как есть? И сюда еще засунули какие-то чипсы. Чипсы в море, что ли, непонятно. Они ничего не нужны. Но, наверное, сказали, вместе надо есть. А, вместе. Ну, смотри, раз. Ой, что это? Какая-то икра. Какой-то зеленый гель. Попошь на зубную пасту. Тут странно, если по-своему пасту положили. А ее как втроем есть, да тут одна ложка. И она тут все вроде сунда съест. Как я люблю, потому что в кухню. М-м-м, ем каждый день. М-м-м, как вкусно? Похоже на селедочные молоки. Ой, что-то. Прямо, вот селедочка под шубой. Как будто селедка под шубой. Да, но без селедки. Интересное кино. Вкусно, кстати. Что-то родное. Родное блюдо. На, его хорошо. Рука. Ну, как вот, нори что ли какие-то. Жуются так. Мне нравится, мы сейчас сидим. За окном идет дождь, молния. И прям так атмосферно здесь. Да, атмосферно. Уже посчитали, сколько будет ужин. Тысяч тридцать рубля. Такая атмосфера сразу. Ладно. Куда деваться наши, да, новые вещи пробовать? Не все же сумки покупать. Надо и развиваться. Вот я пробую. Какое-то блюдо. Не, правда вкусно. Давайте я попробую пать одно блюдо и поделюсь впечатлениями. Жирная такая рыба вся. Такое я нигде еще не пробовал. Но селедка под шубой. Ну, далеко. До селедки, там под шубой. То есть, это такое сравнение, как на Запорожец с Мерседесом. Знаешь, сравнить? Я не поняла, а моя селедка под шубой, это что? Мерседес, я надеюсь? Да, конечно. Как я и думала. Ну, вот я думаю, на этот лист нори нужно кусочек рыбы положить с соусом. И будет вообще обалденно. Кстати, чтобы получить звезду Мишлена, нужно несколько раз, чтобы инспектор, а вы не знаете, кто инспектор, пришел, потом еще другой придет. То есть, это не за одно посещение. Они должны подтвердить, что ресторан достоин. Есть, кстати, заведения со звездой Мишлена, и среди них уличные кафе. Лапша, утка, простая еда. Там огромные очереди, да, вот как в Гонконге. Такая огромная очередь, что мы даже не в Эстеле. А есть заведения без звезды, но с рекомендацией. Они находятся в графе рекомендации Мишлен. Там недорого и тоже вкусно. Ну, кстати, вроде маленькие порции, но достаточно много получается. Сытные, жирненькие такие прям. Это как будто получаешь выжимку из блюда. Все самое вкусное. Вообще, в этом ресторане нужно бронировать и оплачивать свой ужин заранее. Но мы ничего не оплачивали. Ничего не бронировали. Ничего не бронировали. Я подумала, вот мы сейчас оплатили, да, 10 или 11 тысяч, там сколько это все стоит. Бат. Бат. А вдруг не получится прийти? Не знаю. Вдруг там живот заполел. Некогда. Опоздали. Мало ли. Будут в столы, поедить. Не будет ничего страшного. И все, просто так пришли. Изброни весело. Но сегодня будет не день. Выходные, не факт, что так получится. Это традиционный джапонский стайон. Это кобио-лай. В джапонском языке это там. Умами. Ошседа кавер. Из кавери. Черный экран. Сразу я узнал. Комбуча-это напиток такой у нас есть. Это чайный гриб Федерико, который я завариваю. Точно, точно. Ты готов? Да, мы готовы. Ну, Светик, пробуем. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо большое. В общем, у нас здесь что? Хороший вопрос. Может, мне кто-нибудь из класса ответит, что у нас здесь? Потому что я не знаю. Ферментированный осьминог. Черная икра. Какой-то-то что-то с ним сделали, я не знаю. Огурец. Сушеный. Сушеный, не сушеный, вымученный, не вымученный. Потом комбуча. Ну, вот этот гриб Федерико, чайный гриб. Надо есть, он тает. А, мороженое. Пробуй, пробуй скорее. В общем. Взрыв мозга. Это все похоже на что-то какое-то, коралловое такое. Коралловые рифы. Осьминог, что ты меня подводишь? Буду есть ложки, чтобы все сгрести и максимальное удовольствие получил. Какой. Вкусно. Судороги. Огурец соленый. Соленый, да не соленый. Холодный. Как будто он был ледяной. В сочетании черной икрой. Я даже не знаю, это уже оливье. Это слишком сложно, чтобы описать. Это из заведения созданы для тех, кто уже от всего устал, всем надоело. Кто хочет, чтобы его удивили, но при этом не разочароваться, чтобы удивиться и точно понравилось. Вот здесь гастрономический оргазм, не побоюсь этого слова, открытие, новые впечатления, коллекция вкусов. Все здесь. Это очень вкусно. Понять с ними, как их приготовлено. Вот. Ем, наслаждаюсь и немного стесняюсь, потому что не понимая до конца, что они говорят про ингредиенты, а хотелось бы все понимать. И не до конца понимаю, как это есть. Но я так думаю, что не все понимают, как это все есть, потому что блюда авторские, новые. Конечно, мы не знаем, как это есть. Это же не рулька, да? Но, в общем, это очень вкусно. Причем такие блюда можно попробовать вот только здесь. Такое блюдо только здесь готовят и больше нигде. Это, конечно, что-то с чем-то, Саша. Ну, черный край есть, это уже будет вкусно. Уже хорошо. Так, давайте пробовать. Батюшки мои! Это правда странно. Как будто и свекла, и ледяное что-то, и мороженое. Ну, как вот, да, можно осьминог, мороженое, чайный гриб, огурец, какая-то свекла. Потом еще ферментированный, засушенный осьминог его потерли. Соус, ну, это вообще... Это нереально, что-то. Я не знаю, как это вообще сочинить. Такое разнообразие вкусов, что сложно понять вообще, что это. Причем, ты ешь вторую ложку, уже от тебя другие вкусы раскрываются. Вот правильно говорят, что это как опера. Первый раз приходишь на оперу, ничего не понятно. Вот так же и здесь. Пришел, понравилось, но ничего не понятно. Ну, знаете, мы сюда и приходим, чтобы удивляться. Я, конечно, понимаю, высокая кухня, то все. Но вот им не надоело постоянно ложки с вилками менять. Мне уже четвертый раз приносят. Кто у них там все это моет? Что интересно, эти тарелки не убирают, которые вот именно были в самом начале. Вот масло, хлеб, они остаются. Они, наверное, думают, ну, если им не понравится, хоть маслом наедятся с хлебом. Если блюдо – это акты, то булка – антракт. Смогилл из Недландии. Энтс come with the warm watercrate sauce. It's the green one underneath. And we have today hummus, the crispy one. This is the cretong. And also with alchida caviar. And you can see this one, the ice cream. The cream, fetch ice cream. And also we have the instant, the white wine. As go well with your second dish. So? Это шарики мороженого. Вот это, конечно, красота. Ладно, говорю, как есть. Селедка. Ладно, это не селедка. Какая-то рыба с шариками сливочного мороженого в зеленые жижки. Сверху черная икра, зеленый лучок. Ну, ингредиенты, видно, они дорогие используют. Ведь черная икра не жалеет здесь. Да, не жалею. Она, кстати, дорогая. Пробуем, пока мороженое не растает. Давай, давай. Берем вот такую рыбу, соуса побольше, чтобы ничего не осталось. И отправляем в рот. Я как будто смотрю показку какого-то модного дома. И вот одно блюдо – это один наряд. Они все разные, все классные, но все в одной коллекции. Вот у них у всех есть определенный вкус. Японско-морской рыбный. Я бы сказала, это опера русалочка. Знаете, это высокая кухня. Но мы любим и низкую. Мы все любим. Глаз дергается. Если закрыть глаза и съесть, а потом спросить человека, что ты съел, назови ингредиенты. Мне кажется, никто не назовет. Нет, ну есть люди, которые назовут, но большинство даже не поймут, что они съели, что это было. Только шеф-повар может вновь какой-то крутой. Принесли лобстера в пене, в пучине морской. Этот, я знаю, что у нас на городе растет. Это укроп. Укроп в каком-то соусе, тарелка все еще горячая. Сначала блюдо преподносят на такой подставке, про него рассказывают. Потому что даже стыдно есть. Ладно же, пусть он стоит в музее, где я буду его поглощать. Лобстер с каким-то овощем. Я не поняла название. Но ни картошка, ни морковь, что-то на богатом. Вкусненько. Прям горячее. Все с какой-то пенкой, соусом. Кусок лобстера, он слегка обработан термически. Что-то типа редьки, что ли. Кисло, сладко, солено. Так вот все вкусы здесь. Очень вкусно. Кстати, за кадром Саша сказал, вот где мне нравится есть. Корции небольшие, все очень вкусно. Укроп тема. Да? Как будто ешь вареных раков. Кстати, на раков похоже точно. На раковые шейки. Прям с укропом. Видишь, не зря тут укроп. Мы тоже в Саратове варим с укропом раков. Они наших раков не едут. Если я несу раков в Саратове, вот они скажут, что вот это да. Можно сказать, у нас сет раковая фантазия. Да, только у нас такое ведро раков. Вот там да, там ты наешься раков. А здесь вот один хвостик. Просто смотрите, что здесь есть. Нам разрешили немного поснимать на кухне. Кухня открытая. Вы видите, как, из чего, кто готовит. Сейчас нам готовят следующее блюдо. Посмотрите, уже приготовили тарелочки. Давайте подойдем. Ювелирная работа. Вот он работает пинцетом. Я думаю, как он такие моллюски делает? Оказывается, при помощи пинцета. Интересно. А если вы боитесь, что вы такой порции маленькой не наедитесь, мне кажется, наедитесь. Много блюд, много сочетаний. И это вас насыщает морально. Как бы я вот уже наелась. Столько впечатлений было, что я уже сыта. Ну, плюс вот этот карбатонский, я могу постоянно едить. Если вы хотите коктейли пьете или вино, вообще по-хорошему выбрать еще вино к этим блюдам, то мне хочется вот этот коктейли. И мы смотрим, как происходит магия. Какие лепесточки. Опять же, непонятно из чего. Кладутся на непонятно что. Можно подумать, что это картофель, свекла и морковь. Но я думаю, что это не так выглядит. Ой, сломалась. Ой, сломалась. Надо починить. Вот так вот все это дело выкладывается. И здесь происходит магия. Можно сказать, заглянули за кулисы. Саша сейчас сказал очень хорошую мысль. Я попросила его сказать это на камеру, но он сейчас застеснялся. Поэтому я расскажу то, что он мне сказал. Звучит это так. К такой еде нужно быть готовым. Именно внутренним. Пройти много ресторанов. И быть открытым по всему новому. Прочувствовать это. И он сказал быть влюбленным. Правильно я говорю, да? Вот. И... Утонченной натурой, которая влюблена в жизнь. Ну ты хорошо прям говоришь. Нужно быть утонченной натурой, которая влюблена в жизнь. Готова к новым открытиям. И сердце наполнено любовью. Тогда вы максимально прочувствуете. Вот нас сейчас даже тянет на высокие мысли. На что-то такое хорошее, доброе, любимое. Вот видите, как еда влияет на нас. Так. Принесли. Вот он при нас готовил. Сейчас нам подают это. Причем подают сразу два официанта. Мешает какой-то коктейль. И поливает блюдо. Вот я мечтала такой поесть. Я всегда, когда смотрю интересные передачи про еду, про высокую кухню. А иногда в магазине телевизоров там показывают. На телевизорах, как что-то льется, маленькие красивые блюда, чтобы показать качество телека. А я смотрю и думаю, вау, что-то такое не готовят. Вот бы тоже попробовать. Ну, мы люди простые. Я вообще выросла в деревне. И все это для меня в новинку, еще в какую. Но мне очень интересно. Давайте. Давайте сперва сфотографируем, а потом попробуем. Заходите в наш телеграм-канал. Там будут все фоточки. Он сказал, что лучше вот это, лосось, есть вот эти. Вот это я поняла. А вот это соусом. Так что, пробуем. Нужно просто все это придумать, вот так вот расставить. Это самое вкусное. Это как лосось с хрустящей корочкой. Очень вкусная рыба. Великолепная. Самая вкусная. В сочетании с этим соусом. Он такой вкусный. Соус, кстати, из Франции. На вине из Франции. Он говорит, откуда, какой ингредиент. Что-то из Японии, что-то из Франции. Ой, ну прям великолепно. Не могу описать, но очень вкусно. Я такое предчувствую, что я неправильно это ем. Это же нож для рыбы, правильно? А я ем с ножа. Ну, так удобно, кстати. Пардон. Экскьюзми. Экскьюзмо. 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 Похоже, готовлю. На самом деле, я очень крутой шеф-повар. С первым именем. Но я временно безработный. Поэтому живу в Саратове и готовлю для мужа. Он-то не знает, почему мои блюда такие особенные. Иногда говорит, почему этот суп не такой, как у всех. Потому что это авторская высокая кухня. Не всем дано ее, пойдете, прочувствовать. Ну, я уже привыкла надеваться. Я думаю, почему фасоль не вареная, а сразу жареная. Это авторский подход. Я однажды забыла сварить фасоль. Я ее замочила и сразу пожарила. Обычно между этими двумя этапами есть еще этап варки. Но я его пропустила. Забыла. Саша ел, ел, ел. Но как без аппетита. Я думаю, ой, что он ковыряется? Вкусное блюдо. Ел такая, а она невозможная жевать. Она дубовая. Я думаю, господи, сидит еще ради меня и жует. Это невозможность, это отврат. А он, вот видите, жевал-жевал. Но шеф-повара иногда делают тоже не очень блюда. Поэтому тут на вкус и цвет, как говорится. Но здесь уже красная, я смотрю, икра. Ну, мазик, да, там, в любом. Я уже предвкушаю некоторые комментарии. Вот эти деревенщины пошли есть высокую кухню. Сидите в своей деревне. Да, мы деревенщины. Мы из деревни. Саша тоже много времени прожил в деревне. Я родилась и выросла в поселке. Мы ничего не знаем. Но мы хотим узнать. У нас есть для этого все возможности. Поэтому почему нет? Да, мы не разбираемся в еде. Мы не можем отличить австралийское вино от испанского. Мы не гурманы. Мы не знаем все названия рыбы. Мы не знаем, как это правильно есть. Но нам интересно. И по взгляду официантов им интересно нас удивлять. И тянуть вверх. Человек для того и живет, чтобы развиваться и тянуться вверх. В своих знаниях. Если бы мы рождались, уже все все знаем, было бы неинтересно жить. В нашей семье были времена, когда денег на хлеб не было. Были времена, когда мы занимали деньги у бабушки. Всегда нас она выручала. И никогда не просила обратно. То, что я сейчас здесь сижу, для меня это прям большой прорыв. Мы не привыкли к такой еде. И мы ее будем вспоминать всю жизнь. Знаете, вот Саша сейчас сказал, да, дорого, но это все равно, что съездить на хорошую экскурсию вдвоем. А дашь только ж денег. А это такая же экскурсия, только в гастрономический тур ты отправляешься. Приключения, еды. Просто мы уже были на многих экскурсиях, на всех островах. Экскурсиями нас уже сложно удивить. Мы только в Таиланде проехали, больше 60 экскурсий. Это только на Пхукете. Да, только на Пхукете, еще в Паттайе. И по некоторым мы прокатились 2-3 раза. Поэтому эти деньги можно потратить здесь и быстро вспомнить. А если вы ведете инстаграм, такая вся из себя чика, на богату, обязательно приходите сюда, за второй половинкой. Или просто, чтобы сделать красивые кадры. Здесь официанты очень круто фотографируют. Телефон переворачивают, там всякое разное, много поз. Поэтому, блин, классное место, вкусно. В Бангкоке больше 17 ресторанов со звездой Мишлен. Поэтому здесь можно совершать такие экскурсии хоть каждый день в своем отпуске. Итак, кульминация сегодняшнего вечера. Цветок цукини из Чангмая. На горячей тарелке. Кстати, парень был приятно удивлен, что мы знаем, что находится Чангмай и были там. Мы там, кстати, жили несколько дней. Нам понравилось. Это на севере Таиланда. Это гор красивый, там попрохладнее. Там, кстати, клубник растет. Помните, как там мультики? Я не кузел, я цветы не ем. А сейчас придется. Ммм, вкусный цветок цукини. Это же кабачок, правильно? Прям кабачковый вкус. Я не знала, что эти цветы можно есть. Вообще вкусно. Опять же, с вот этой ноткой, которая присутствует во всех сегодняшних блюдах. Что-то типа, ну я скажу образно, соевого соуса. Но это не он. Не знаю. Что-то японская нотка такая. Японская нота присутствует во всем музыкальном произведении. И это очень вкусно. Даже цветок вкусный. Мне кажется, этим соусом этот повар может все сделать вкусно. Даже шляп. Опять очень вкусно. Похоже на хорошее ризотто. С трюфелем, с вот этим соусом на вине. Пусть как будто все на вине. Наконец-то мы дошли до горячего. Долгое вступление было. Вот это кусок. Мне нравится. Вот это шматок. Я почему-то думала, здесь галярина будет вот в таких кусочках. Три кусочка под соусом. Мы съедим жирком. Все классно. Просто удивила меня концовка данной оперы. Неожиданный поворот. Прям убили всех. Это какая-то игра престола. И сейчас он будет рассказывать про это мясо. Откуда оно к нам пришло. Будем знакомиться с мясом. Что-то мне подсказывает, что нам просто маленький кусочек отрежут. И в итоге дадут. Что-то мне подсказывает, что нет. Нет. Потому что никого нет, кроме нас. Досталось кусок мяса. Пусть эти двое доедают. Эти хухенькие. Смотрите, рассказываю. Это корова из Японии приехала к нам по частям. Ела она только вот это сено и вот это зерно. 100% натуральный откор. Я вот когда покупаю мясо в ленте, я не интересуюсь, что там кто ел. Я просто смотрю, чтобы кусочек был такой жирком, хороший, без костей. Ну, это все, на что я обращаю внимание. А здесь нам рассказали всю ее биографию, всю ее жизнь. Что-то жалко есть теперь. Мы заказали еще по коктейлю. У меня какой-то клап. А у Саши Нью-Йорк, чего-то там. Пробуем. Нам их порекомендовал на лица. У меня похоже на Космополитон, только более кислый и с пеной. Что у тебя? У меня что-то непонятное. Нравится, не нравится, честно? Пока не очень. Пахнет кофе. Он с кофе, да? С пенкой. Какой-то вишневый вкус. С жилопейца за пенки. Ой, как будто пиво, вишня, кофе. Мне тоже не очень. А вон, можно сказать. Так, и принесли наше мясо. Ну как, прожарочка та? Прожарка та, да. Мне нравится. Но у меня один маленький вопрос. Почему разная еда? Здесь прохладный, нам принесли плед. Ой, как приятно. Здесь ты чувствуешь, что тебя любят. Может, за деньги, может, нет. Но все равно ты чувствуешь, что тебя любят. А все хотят, чтобы хью пить. Пробуем мясо. Действительно, нам от него отрезали кусочек. Что хорошо. Мы уже так наелись, напробовались. Сейчас была история об этом. Мясе дополнительное. Как, что, из чего. Соус на вине с черным чесноком. Если я правильно поняла. Пробуем. Кстати, я уже достаточно хорошо так наелся. Прям вроде маленькие блюда. Вот это восторг. Это жирно, но вот как будто это такой жир, невредный. Ни майонез, ни маргарин. Очень вкусно, сочно, нежно. Прожарка медиум. Это, ну я не знаю, как это сказать. Это невероятно просто. Да, я попробую. Восторг. Нежнятина. Мясо просто дает во рту. Ну это, оно было прям мраморное. Очень много жира. Я такого никогда не ел. Я тоже никогда не ел. И я его не забыл теперь никогда. Мы делаем вкусный шашлык. Но это мясо. Да, ребята, это 100 из 100. Произведение искусства. Это, я теперь понимаю, почему вот любят такое мясо. Действительно, одно сено ела. Да, оно такое нежное, ребята. Прям тает во рту, тает во рту. Вообще не напрягаешься, живешь. Сочное. Следующее блюдо, которое у меня тут размазалось по тарелке, это тоже какое-то мясо. Соус. В формате рулета. С фуа-град. Давайте попробуем. И шпинатом. Ерунда? Ну, мне не очень. Ну вот. Когда оно как будто горчит. Вот что-то они сделали не так, да? Не то, что не так. Я просто после этого мяса волшебного, это как-то горчит. Я не знаю, как сказать. Бледнеет на фоне стейка. Прям горковатый привкус. Вот ради этого стейка стоит взять сет за 6-100. Угу. Да. Прям рекомендуем его. Мне мясо вот это больше понравилось. Кстати, это меню закончится уже скоро и, по-моему, через месяц-два здесь уже будет абсолютно другое меню. Поэтому имеет смысл даже приходить сюда несколько раз, раз в сезон, потому что новый сезон, новое меню. Это здорово, потому что, ну, не будешь же сюда приходить, пробуйте это каждый раз. Ты же не ходишь на одну и ту же оперу несколько раз в год. Понятное дело. Представление меняется. Поэтому, когда вы придете, будут совершенно новые блюда. Если вы сюда придете, то потом кидайте нам фотки обновленного меню, что вам давали пробовать. Понравилось вам или нет? Я думаю, здесь понравится всем. Нам принесли десерт. Это карамелизированная комбуча. Чайный гриб? Да. С какой-то крошкой, которая похожа на соду, но это не сода. И какая-то вишня китайская. Божечки мои, выглядит странно. Да. Там еще какой-то джем или не джем. Как будто порошки, знаешь, стиральные смешанные. Да, как будто два стиральных порошка. Один уже растарился в воде, а другой новый. Это чудо, да? На вкус как порошок. Я всегда думала, какой на вкус орель. Ты все ли это узнала? Удивляет кухню. Боже. Знаете, раньше продавался сухой кисель. В таких пачках. Можешь сейчас продаться? И я его в детстве грызла. Ну, не хотела заваривать, я его просто грызла. Мне он нравился. Он по вкусу как вот этот сухой кисель. С вишней. Вот сейчас Саша попробует. Я не буду говорить ему вторую фишку. Вот на его взгляд посмотрим. Только у меня к тебе будет просьба. Возьми, пожалуйста, побольше. Прям большую ложку снизом. Внизу там тоже есть. Ты вот все возьми. Вот внизу там сладенькое. Да, вот это побольше. Причем у Саши не очень эмоциональный человек. Вот это кислят. Холодный, терпеть, как будто нет. И вот реально это чайный гриб. Но это кисло-сладко. И вот настоявшийся гриб отдает вот этого, да, брашкой. Я знала, что ты удивишься. Это десерт реально для очень извращенных людей. Но ради этих удивлений я сюда и пришел. Дестоходно мы пледы попросили, прям задубили. И говорят, температуру понизить не можем, но можем дать пледы. Ну давайте. Ну в общем, понравилось? Ну обычный десерт приносит, но пирожное-пирожное. А это прям у тебя глаза аж выторщились. Это что-то интересное. Не скажешь, что вот знаешь, я вот буду мечтать, вернусь сюда, что ради вот этого десерта. Это просто удивление такое, что вообще? Вот есть такое вино японское на какой-то их вишне или сливе. Вот там такой кисло-сладкий. Вот как будто это оно замороженное. Ну я смотрю, Светик все съела. Мне очень понравилось. Да? Да. Я иной раз уже не заказываю десерты, потому что я перепробовала, наверное, 90% всех. Мне уж трудно удивить. Ну пирожное-пирожное. Ну торт-торт. Ну шарики с кремом, шарик с кремом. А тут даже... Знаете, вот червячки продаются мармеладные, кислинка. Вот что-то на такое похожее. Ну просто это восторг. Такое... Вот ради этого я и беру десерт. Но такой восторг был только здесь, мне кажется. Только здесь. Обычно я ем, думаю, ну прикольно, но мой медаи позднее. Ну так. А это я пробую и откуда вообще ни разу не пробовала. Никогда не приготовила. Я не знаю как. И это прямо вкусно. Кисло-сладко. Прям. Бангкок крутой город. И он абсолютно разный. И все зависит от вашего бюджета. Когда мы приехали сюда первый раз, самый... Наверное, 8 лет назад. Мы приехали покупать камеру. Накопили денег на хорошую камеру, чтобы снимать видео. И у нас были деньги только на камеру и на проезд на автобус. Мы сюда приехали, купили камеру и немножко погуляли по городу. Одни бетонные конструкции, вот эти небоскребы, дороги многоуровневые. Мы смотрели Бангкок снизу, и я его не поняла. И думаю, суетной, большой, шумный, много бетона. И там где-то небоскребы в небесах. Сейчас у нас есть возможность посмотреть его сверху. И это совершенно другой Бангкок. Здесь есть где потратить деньги, здесь есть чем удивиться. Мне кажется, даже самые богатые люди найдут здесь то, что их удивит. Очень много развлечений на любой вкус. Улица таких, как сказать, раскрепощенных женщин тоже здесь есть. Шикарные отели, шикарные рестораны. Всякие развлечения, экскурсии. Поэтому приезжайте в Бангкок. Здесь как. Так. Супер. Сейчас, которое вот было холодненькое, это комплимент от повара. Его не было в меню. Он сказал, что это просто вам комплимент. А сейчас мне принесли что-то с виски в шоколаде, а тебе мусс из персика с чем-то там. Окей. Ну, посмотрите, как красиво. Как в рёвнышках маршмеллоу. О, типа мы костёр шпём. Смотрите, горит, и я маршмеллоу жарю. О, это так мило. Как будто мы в походе. Из гиньки, да? Жёлтый, ты обнимаешь? Не, же. Пирсиковое мороженое. В формате таких шариков. Вау. Это йогурт. И йогурт. Ну, красотень. Просто красотень. Я в восторге. Очень красиво так всё. Мы уже объелись, если честно. Хоть порции маленькие, мы уже объелись. Что, пробуем моё полено? Так, достаточно плотное. Что внутри? Внутри какой-то мусс. Ой, ну прям это, как брёвнышко у нас в лесу. Давайте попробуем. Если у меня была крыша, то я снесло. Окончательно. Это самый вкусный десерт в моей жизни. Знаете, почему? Не знаете. Здесь какое-то мороженое. Тянущее. Вообще вкусное. Оно с виски. Но это не совсем мороженое. Это даже не мороженое. Нет. Это крем. Он просто холодный. И он на основе виски. И всё это в горьком шоколаде. И что-то ещё хрустит на зубах. Такое, типа, орехов что ли. Но они какие-то карамелизированные. И в сочетании всё вместе. Это, это, я не знаю. Это надо 10 век мишлен давать. Это очень вкусно. Внутри что-то ещё такое кисленькое. Это просто фантастика. Это мне очень поразило. Памсука. Брянный. И последний. Мы тоже. Памсука. 100% без кемиков. Это традиционное помидор. Вот это бревно. Всё, мы шоколаде там записано виски. Это просто фантастика. Вот я уверена, вам понравится. Я уверена. Я прям хочу, чтобы вы это попробовали. Саша, запомни, это день. С сегодняшнего дня слово десерт изменит смысл кардинально для тебя. Ты уже не будешь соглашаться на меньшее. Наверное, я слишком развалила. Это шик. Это шик. Ура. Я рада тебе понравилась. По тебе непонятно. Понравилась, не понравилась. В магазинах такого нет. Я проверила. В магазинах нет, но я имею в виду, можно сравнить, что это какая-то дорогая вещь из люксового магазина типа Луэ Виттон. Согласна. То есть это на уровне Луэ Виттон десерт. Ты заходишь, и там всё такое красивое, классно пахнет, классный свет. И по вкусу здесь так же. Такой нежный, мягкий, непритерный. Идеально. Как будто зашёл в магазин Луэ Виттон такой, ах. Да, может даже в дорогой ювелирный. Или магазин дорогих сигар. Или магазин дорогих машин. Бентли, Роллс-Ройс. Это вот про то, где дерево, виски, коньяк, сигары. Я не знаю, как описать, но это восторг, ребята. Это самый необычный мёд в моей жизни. Он из Чангмая. Он, во-первых, горький, прям, но горечь приятная. Прям горький и немножко сладковатый. И терпкий. Да. Я вообще мёд не особо люблю, он очень сладкий. В последнее время не ем. Раньше любила. А это прям горький-горький, как с полыни терпкий и сладковатый. Вообще вкусно. Вот, ребят, смотрите наш заказ. Что мы взяли. Вот два сета. И в общей сложности получилось 14 424 бата вместе с коктейлями и чаем. Это самый дорогой счёт пока что, который у нас был за двоих. Но, что хочу сказать. Это стоит каждого потраченного рубля. Это было восхитительно. Я запомню это на всю жизнь. Мне понравилось абсолютно всё. Вот кроме вот одного блюда, оно такое себе потерялось. А остальные все вызывают восторг, недоумение, весь спектр эмоций. Это такая радость. Это такие открытия. Фейерверк. Обслуживание потрясающее. Подача наикрасивейшая. Просто. У меня нет слов. Я сейчас расплачусь. Ну, не расплачешь, конечно, но это было фантастически. Просто. Я как будто посмотрела оперу где-нибудь в Мэдисон Сквер Гарден. Или я не знаю. Я не знаю, что это было. Но это было восхитительно. Рекомендую, если есть возможность, здесь поужинать. Посмотреть это великолепное произведение. И написать нам, понравилось вам или нет. Если тоже ходили в ресторан со звездой Мишлен, напишите, где это было. Сколько вы потратили, понравилось вам или нет. Если этот выпуск вам понравился, то ставьте лайки, пишите добрые комментарии. Обязательно подписывайтесь на наш канал и на нашу группу в Телеграме. В следующих выпусках вас очень сильно любим. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова